На самом деле. Все, коллеги, пример закончен. То есть я там ППН даже не нарисовал, потому что он не был интересен для этой задачи. Поэтому можно пробежаться по нормативам. Тут вообще все очень просто. Нормативов много. Я вам показываю по сути не существующую нормативную базу, а маленькие огрызки, потому что вообще-то их еще там как минимум в два раза больше. Я в основном здесь привел наиболее используемый, раз, а во-вторых, те, которые сделаны на основе гидробно-морфовической теории флопроцесса в Государственном гидрогическом институте ГГИ. И это почти синоним. То есть наиболее используемые и методики ГГИ. Методики ГГИ стали наиболее используемыми, а наиболее используемыми являются методики ГГИ. Поэтому вот вам эти методики ГГИ есть. И много вот еще написано, а на самом деле это один и тот же нормативный документ. Просто он в 67-м, 69-м, 73-м, 90-м, 2009-м, он просто переписывался. Просто идеология везде одна и та же. И эти нормативы очень хороши для того, для чего они хороши. И очень плохи для того, для чего они плохи. Для чего они хороши? Они хороши для больших реп, для которых они были написаны. А для чего они плохи? Они совершенно не годятся для малых водотоков. Потому что малые водотоки, вот эти вот профессора, которые писали на ратин-документы, они их не изучали. Почему? А потому что они были профессора, они были крутые, они были, о-о-о, они занимались стройками века. Они занимались вообще такими большими объектами, такими, где большие размылы. Это был большой государственный гидрологический институт. Там было полторы тысячи сотрудников, там было сплошные доктора и кандидаты. Куда им заниматься каналами? Вот, поэтому они там сразу карты, сразу куча промеров у них всегда было. Потому что если ответственный объект, значит куча промеров. И поэтому они привыкли. Они привыкли, что всегда много карт. Что всегда на космических снимках все видно. Что всегда можно запустить самолет с аэрофотоснимками, сделать. Всегда куча промеров. И они, у них сложилось впечатление, что так всегда не будет. Что это типичная ситуация для любого нормального гидролога. Они не знали, что нормальные гидрологи живут в другой реальности. То мы с вами живем в реальности, что карт нет, промеров нет, малый водоток, на космическом снимке его не видно, и что делать непонятно. И, соответственно, мы так и будем к этому относиться. То есть, говоря о нормативной базе, мы на самом деле подразумеваем гидромо-муроплогической теории ГГИ. Так, ну это вот как раз ГГИ. Тут есть ссылка издания ГГИ. И вот по этой ссылке можно скачать вот эти два последних. 2019-2012 года. И можно скачать хорошую книжку Капеляния Клавина о физическом моделировании. Я как раз в курсе повышения инфляции с 13 по 21 марта. В последний день 21 марта делаю такой специальный открытый день, куда всех приглашаю, который будет посвящен исключительно физическому гидрологическому моделированию. Так, ну и, соответственно, говорим нормативы, подразумеваем гидролого-муроплогическое теорию словно-процесса ГГИ. Говорим гидролого-муроплогическое теорию словно-процесса ГГИ, подразумеваем типизацию ГГИ. Потому что что они придумали? Они говорят, а мы вот давайте выделим какие-то типичные схемы деформации. И вместо того, чтобы оставить название схемы деформаций, они почему-то вот эту схему деформаций обозвали типом в прошлого процесса. Это слово типом, типы, типы. Они какое-то... Ну, потому что типизация, значит, типы, да? Оно как-то немножко уводит от сути. Потому что суть... Потому что это типизация... Вот здесь есть такой самообман. Потому что мы в типизации видим картинки. Мы видим, вот в типизации, говорит, мы видим 7 картинок, значит, 7. Типа процесса. И нам кажется, что это 7 форм груза. Это вот типичнейшая такая ошибка, которая для нас уже... Мы уже с вами продвинутые. Мы не попадем в эту ловушку. Для нас типы это не картинки. Для нас это мультфильмы. Или реки на фильмах. Или судьба реки. Или вот жизнь, 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 жизнь реки. Поэтому мы видим картинку, а по картинке мы всегда пытаемся понять жизнь. Типизированные коллеги. Не фотографии, не 7 фотографий людей, а сами люди, сами жизни, сами русла, сами вот эти вот русловые деформации. Вот поэтому мы сейчас будем называть всякие... Потому что одним из следующих наших теоретических частей это будет называться типы руслах-процессов, то есть схемы деформации, описанных в нормативных документах. Мы вот эти 7 и будем рассказывать. Я буду последовательно рассказывать о каждом из этих схем деформации, которые называются типы руслах-процессов. Вот. Что еще можно сказать? Что всегда было 7 типов, но в разных нормативных документах эти 7 типов пассовались по-разному. Смотрите, здесь вот они, вот здесь слева и справа примерно одинаково, одно и то же. Есть некая стрелочка, которая начинается почему-то вот здесь, потом идет сюда, и потом заканчивается сюда. И здесь такая же стрелочка. То есть мы с вами, когда будем более продвинутый уже рассуждать, мы потом скажем, что это типизация. Что подразумевает под этим? Подразумевает, что это не классификация. Потому что типизация и классификация – это разные вещи. Типизация – это что вижу, то пою. Например, типизация – яблоки бывают красные, кислые и надкусанные. Это типизация. То есть тому человеку, которому просто посмотрел, у него были красные яблоки, кислые и надкусанные. И он решил, что вот это и есть сущность всех яблок. И таким образом выиграл такую типизацию. Вот эта типизация ГКИ примерно такая. А что такое классификация? Это тоже типы, но они логичным образом выстроены в некой последовательности. Мы можем понять, почему это стоит слева, а это справа. Пример классификации. Яблоки бывают большие, средние и маленькие. Другая классификация. Яблоки бывают красные, желтые, зеленые. Так вот здесь шаг классификации пытались сделать, но не смогли. И они это сами даже признавали. Обратите внимание, та же самая типизация. Тоже 7 типов процессов. Но здесь стрелка идет в одну сторону, и тут еще вторая стрелка. А вот здесь, обратите внимание, те же самые типы расположены тоже примерно так же, но стрелка идет почему-то в другую сторону. Не снизу вверх, а сверху вверх. Было еще более интересное, смотрите, вот здесь, например, Йосиф Филиппович Карасев, он вместо 7 типов сказал, что надо расширить. Это вообще благое было желание расширить степизацию, сделать шаг дальше, что может быть это мало, может быть есть что-то еще. Он оставил все те 7 типов процессов и добавил еще 2. Один поставил в начало, другой поставил в конец. И здесь, непонятно, как выставлено все это внутри, но очень хороший есть ряд, что выше и ниже. Что он поставил? Он говорит, что кроме вот этих вот схем деформаций, эти схемы деформаций, что очень важно, должны быть квазициклические, только тогда мы будем понимать, что с рекой было и что с рекой будет. Как раз в этом заключается наш, не наш, а вот даже вообще всех существующих сейчас, немножко не так, основных существующих сейчас методов расчета информации заключается в том, что мы посмотрим, что с рекой было и скажем, что с рекой то же самое будет в будущем. Вот. И поэтому нам нужны квазициклические схемы, чтобы она повторяла, что вот она сейчас так и дальше будет так, вот сейчас так и дальше будет так. Вот. Так вот, если Филипп Шкарасов сказал, что, а может быть ее не так, а может быть вообще есть что-то такое вот вообще не такое. Не квазициклическая повторяющая схема деформации, а может быть направленный врез, и может быть направленная аккумуляция. И вот первое, это как раз и есть малые реки. То есть все остальное это большие реки, там вот да, все это уже равновесно, возможно, я это точно не знаю. А вот он обратил внимание, а вот смотрите, на малых реках-то не так. На малых реках вот оно, ух, там наносов еще нет, наносов, там водосбора, наносов сбора еще нет, нет еще вот этого места, откуда эти наносы будут. И там есть направленное врезание. А внизу, там, внизу, где река впадает, там какой-то другой водоем, там дэта. И получается, что это геоморфологи, кстати, вот это деление мы давно узнали. Они знали, что есть среднее течение реки, где все равновесно, где наносы приходят, уходят, передлагаются эти формы. И вот это как раз антипизировано в ЭГИ. А еще есть верхняя часть, где эрозия, есть нижняя часть, где аккумуляция. И получается, что у нас последовательно есть эти три зоны. Зона эрозии, малые водоотоки, зона переноса транспорта, переотложения, средняя часть, и зона аккумуляции, нижняя часть, где эти наносы откладываются. Поэтому вот этот шаг Филиппович Красилов был очень такой хороший, но он не прижился, он на мотивные документы не попал, и эта идеология так как-то потихонечку... А что сделал? Вот это вам, пожалуйста, типизация. А это из... У нас в Грии однажды был международный симпози, назывался Запад-Восток, Север-Юг, что-то там такое. Вот, и там вот эта картинка из этой публикации. Но эта же самая публикация, вот эта же самая классификация, она есть и в нормативном документе 2009 года, который можно скачать с сайта Грии, ссылку, который я только что давал. Вот, к чем вот эта вот плохая классификация? Точнее, чем она отличается? Типы те же. Кроме одного. Вместо 7 стало 6 идут. Удалено. Удалено такой типовый процесс, который называется ленточный грядовый типовый процесс. Обоснование такое. Он редко встречается. Я с ним согласен. Да, он редко встречается. Но я с ним совершенно не согласен, что его надо удалить. И мы когда с вами пойдем дальше, когда мы с вами поймем, а как же правильно делать классификации типовых процессов, мы поймем, что ленточный грядовый тип, то есть в относительно прямом русле, относительно такие правильные русловые формы, он является неким репером. Он является нулем. Он является некой единицей отсчета, от которого можно откладывать логичным образом в разные стороны другие типовый процессов. Поэтому он редко встречается, потому что он такой вот ноль. И в то же время играет такую важнейшую роль. Но это у нас сейчас с вами впереди. И мы с вами построим несколько разных классификаций, поймем роль нуля, роль этого типового процесса, который был один с ним рядом. А пока мы очень классно смотрели на эту типизацию снищенка, который удалил один тип. Но он пытался оправдаться. Он переносовал типы. Он их выстроил в совершенно другом порядке. И он объяснит, почему он выстроил типы в таком порядке. Но если вам скажу это объяснение, то вы будете долго смеяться. Он выстроил хиперуслопроцессор. Сказал, что выстроил по расходу наносов. Я лично у него спрашивал, это какой расход наносов? Расход русловых наносов? Это расход влекомых наносов? Почему я так спрашивал? Потому что именно русловые, именно влекомые являются теми наносами, которые формируют русловые формы. Которые формируют размывы на мыло. И поэтому как раз я подразумевал, что надо исключить из этого расхода наносов взвешенные наносы. Потому что они ничего не формируют. Они шуруют себе. И вот по полу взвешенные наносы, он может быть там просвистеть и 300 тысяч километров, и до Каспийского моря найти, или где-то на пойме застрять. То есть он не формирует русловые формы. Я задал этот вопрос. Борис Владимирович действительно у меня ответил, что это все наносы. Это расход всех наносов влекомых и взвешенных. Я считаю, это полная чушь. Обосновать, почему это именно расход наносов, и почему именно в таком порядке выстроены эти типы славпроцессов, он не смог. Но неожиданным образом выделил некий критерий, который сказал, ну вот этот критерий за это отвечает. И теперь можно смеяться, этот критерий называется коэффициент извилия с истерики. Он сказал, что если река извилистая, значит она меандрирующая. А если река вот слабо извилистая, значит она вот по обычной типу. Вот это большой коэффициент извилистой, вот это поменьше, вот это вообще меньше. А вот здесь вообще никакой извилистой. То есть он быстро, плохо, в коэффициент извилистой. Вообще-то это логично. Тут какая-то доля правды есть. Единственное, что сюда абсолютно не лезут вот эти вот типы славпроцессов, которые разветвленные. Вот если бы, смотрите, если бы он оставил вот эти четыре, да, вот смотрите, сильно извилистая, то, что свободно называется, слабо извилистая, то, что ограниченно называется, полбочный, где уж вообще почти ничего не извилистый. И вот такой вот, ну, то тогда вот эти четыре, они бы действительно логично выстраивали. Вот, и мы с вами это выстроим еще. Это все у нас впереди. Пока как бы обзор того, что мы имеем. Так, акции основателей. Николай Евгеньевич Кондратьев, Игорь Владимирович Попов. Иногда автоматически почему-то Кондратьев на первое место ставят. В данный момент я их поставил по полному слева, потому что просто Попов смотрит направо, а Кондратьев смотрит налево. Поэтому как бы, чтобы они друг подруг смотрели, чтобы они не в разные стороны смотрели. Вот, роль их непонятна. То, что это оба авторы этой теории, то, что вклад их громадный, это никто не оспаривает. Кроме того, мы очень часто забываем другие фамилии, такие как Якунин, Пиньковский, Федоров, которые тоже внесли огромный вклад, но мы их потихонечку в фамилии забываем. Нас основном стоялись Кондратьев Попов. Николай Евгеньевич Кондратьев, кстати, вообще-то Математик. Он был начальником отдела, он создал этот отдел примерно в 50-м году или в 49-м. И на задавание отдела было математических методов, что ли, расчетов условий информации. То есть идея была, что уже тогда уравнения были, всякие эти гидродинамика была. Думали, что, о, ну вот сейчас имеющийся мощный математический аппарат, уже тогда, в 50-м году приложим, и все будет в шляпе, все будет решено. И что очень интересно, произошла вот эта металлорфоза довольно быстро. За 10-15 лет Николай Евгеньевич Кондратьев с помощью всех своих сотрудников, Брушевский там был тоже математик, кстати, у него такой мощнейший. Он пришел к выводу, то есть это вот научное мужество, он пришел к выводу, что математически пока описать условий информации невозможно. И, соответственно, весь упор оказался на гидролого-марфологическом подходе. То есть просто на анализе движения форм. Или, откуда мы это берем, анализ движения форм, как раз из карты. Карта решает все. И в одном из современных учебников, Николая Барышникова, я прочитал такую фразу, что сущностью гидролого-марфологического подхода является наложение карты-квадрона. Вот. Он его прочитал за сущность. Сначала я, в общем, сначала в душе немножко возбудился, думаю, ну ничего себе, насколько он приземлил вообще всю сущность метода. Вот. И сначала немножко так это будировал, а потом подумал, ну вообще-то он прав. Если сводить до механизма, механических тех действий, которые мы делаем, то именно это и есть. Найти карты, наложить их друг на друга, и все оттуда, все знания мы оттуда и получаем. Ну и еще вот сегодня мы сказали, что еще бы хорошо глазами посмотреть, что же там реально происходит в этой протоке. Вот. Рекомендую, если не читали. Что я не рекомендую? Точнее, рекомендую не делать. Это рекомендую не читать все те нормативные документы, список которых я вам дал. Если вам очень хочется читать нормативные документы, коллеги, если вот прям вот вы не послужитесь меня и очень захотите все-таки читать, то ни в коем случае, вообще ни в коем случае, вот пока ваши, пока мы с вами не разберем еще десяток примеров и ваших примеров, ни в коем случае не читайте вот эти новые нормативные документы, хотя можете. Вы можете их прочитать, потому что они настолько плохие, что вы это увидите сразу. Там не написано ничего, что делать. Там написано, точнее написано, как раз что делать. Ну, нужно оценить то-то. Но там вообще не написано, как это делать. То есть, это декларации, это просто общие слова. Не рекомендую читать вот этот вот, на который все очень любят ссылаться в СНС 1983 года. Почему все любят на него ссылаться? Ну, просто, непонятно почему. Просто он немножко более такой широкий. Там есть всего. Там есть горные реки, там есть водохранилища. Вот, поэтому, если, хотя он только что сказал, что все это вообще одно и то же. Просто специализирован. Специализирован на подлэб, специализирован на подгруппу стручных ввод, под карьеры, там еще под что-то. Вот. Вот. То есть, вот, если, вот это, в принципе, можете читать, но вот это, вот, заставьте себя не читать, потому что там просто масса бредредного. И мы потихонечку с вами, когда пойдем по методам, я буду ссылаться на этот, на макет документов на другие и показывать, что именно неправильно и как делать правильно. Поэтому, если вы меня не послушаетесь, все-таки захотите читать какой-то нормативный документ, то читайте вот этот, по лэпам 73-го года, потому что он написан в другой последовательности. Он идет, вот здесь вот, типизация ГГИ в 83-м году, она запихнута в конец. в 85-м году, а в 73-м году, она выведена в начало. В 73-м году написано человеческим языком. Там есть та волшебная фраза, где написано, что основными типами условопроцессов являются вот эти семьи. И вот это слово одно, основными, и, кстати, равнинными даже, на этом слово написано. То есть, во-первых, слово равнинные признает то, что эти типы условопроцессов это только для широкопланных армииальных рек, а слово основные дает возможность говорить еще что-то есть. Так вот, в последних нормативных документах и последних учебниках по условопроцессам там написано, что все многообразие типов условопроцессов описывается в типизации ГГИ. Мало того, в самом ГГИ отчеты начинаются такой фразой. Река Обь развивается в соответствии с гидрогом и флагоматологической теорией ГГИ. То есть, вот эта идеология ГГИ, она очень сильная и очень мощная для больших равнинных редок. И там она и применяется. Но когда ее пытаются применить к любым другим в одном объектам, становится крах. Крах обычно происходит в головах вот нас с вами. У нас вот этот такой, что я, что ли, дурак? Что это такое? В реке вижу это, в книге вижу это. И оно не соответствует друг другу. Вот. Так вот, если вы очень хотите читать нормативный документ, то найдите вот этот по лэпам, потому что он написан хотя бы человеческим языком. Вот. Так, все, типизациями прошли. А, и вот эти книжки Попова. Первая, обе уже легко доступны в интернете. Вот это загадки речного русла вообще есть в группе ВКонтакте русло и процессы. Вот, и, по-моему, и это даже есть. Вот. Ну, в общем, если хочется прочитать, то вот за эти выходные ее можно прочитать за нескольких часов вот такая тоненькая брошюрка там на 200 страниц, то вот прочитайте загадки речного русла. И вы, когда вы поймете всю диалоги, откуда появилась другая политическая диалога процесса. Написано хорошим, живым языком. Вообще, у Попова все написано хорошо, понятно. Так, ну и все. Спасибо.